Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о спекуляциях на рынке акций и рассмотрим две компании, которые сегодня мне интересны. Дневные графики, их вы увидите у себя на экранах. Первая из них Graphics Package Holding Company. Вот ее график. Относительно уровня по зеленому вот этому бару по его хаю мы видим пробой с закреплением. Буквально на несколько копеек произошло закрепление выше этого уровня. И все же нам это интересно. Однако нужно посмотреть, где сегодня инструмент откроется для спекулятивной лонговой позиции. Эта акция интересна будет и для входа в сделку и завтра. Если же сегодняшний день, скажем так, своим открытием и в последующем закрытием не испортит всю лонговую ситуацию. Поэтому так называемые торопыги могут думать про сделку сегодня, а тех, кто предпочитает один день выждать, подумайте про сделку завтра, но при выполнении ряда условий. Стоп-лосс, конечно, не забываем. Ставим либо под этот уровень, либо если вы один день пропускаете и зайдете в сделку завтра и сегодня будет пробой, если, то тогда можно поставить стоп-лосс за пробивной бар. Ну а Take Profit, конечно, там не менее чем 3-4 к 1. Следующий инструмент стикером ASO Academy Sports and Outdoors Inc. Также пробой с закреплением относительно вот этого уровня по HYU 5785. Здесь очень красивая лонговая ситуация с поджатием и такая же идея, как у предыдущего инструмента. Если вы спешите зайти в сделку сегодня, то ждите и смотрите, где инструмент откроется. Если же пропускать будете один день, то это, конечно, завтра, если ничего сегодня, скажем так, для лонгистов не сломается. Опять же, стоп-лосс либо под уровень, либо за пробивной. И очень важный момент – это дивиденды и другие корпоративные события. По этим акциям, по одной из них, такие события наступят буквально через неделю. Поэтому перед любой сделкой проверяйте наличие этих событий, ибо это принципиально сильно может повлиять на движение инструмента. Но, в любом случае, торгуйте по системе, смотрите на объемы. До новых встреч на следующих эфирах. Удачи всем и хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok